всем привет мои любимые дорогие зрители добро пожаловать на мой канал на мою кухню всех очень рада здесь приветствовать сегодня мы вместе с вами приготовим очень вкусное и всеми любимое блюдо биф строганов его очень легко и просто приготовить домашних условиях готовится буквально за полчаса так что оставайтесь со мной давайте готовить и так у меня здесь 450 граммов филе говядины и и необходимо предварительно хорошенечко вымыть и высушить бумажными полотенцами я предварительно мясо нарезала на небольшие слайсы толщиной примерно 8 миллиметров прежде всего необходимо хорошенечко отбить мясо с двух сторон как показано на видео делается это при помощи бумаги для выпечки а либо пищевой пленки и специального молоточка с двух сторон просто хорошенечко отбиваем мясо а а а а а а а Субтитры подогнал «Симон» Нарезаем мясо вдоль на тонкие полосочки Перекладываем в какую-нибудь тарелочку или миску и маринуем мясо У меня сегодня смесь 4 перцев, хорошенечко перчим, солим мясо На данном этапе можно добавить также цедру от половины лимона Я этот шаг сегодня пропускаю Хорошенечко перемешиваем мясо руками, можно ложкой И оставляем на пару минут Тем временем, пока мясо у нас маринуется, подготовим лук На данное количество мяса я взяла одну большую луковицу Итак, лук нам необходимо нарезать перьями На хорошо разогретую сковороду отправляем немного оливкового масла Либо любого другого растительного масла Отправляем нарезанный лук и 2 зубчика чеснока Я чеснок не выдавливала, отправляю чеснок целым Если вы любите яркий чесночный вкус, можно его выдавить или натереть на терке Затем после обжарки чеснок я извлеку Периодически помешивая, доводим лук до легкой золотистости Затем при помощи лопатки достаем обжаренный лук и перекладываем его пока в отдельное блюдо На ту же сковороду отправляем примерно 20 граммов сливочного масла На сильном огне распускаем масло и сразу же добавляем нарезанное мясо На большом огне обжариваем мясо со всех сторон При обжарке мясо может выделить сок Но, как я уже сказала, обжариваем мясо на большом огне Эта жидкость сразу испарится Как только мясо хорошенько зарумянится, добавляем обжаренный лук Чеснок, как я уже сказала, мы оттуда извлекли Перемешиваем и добавляем 60-70 мл обычной воды Перемешиваем Добавляем 2 столовые ложки сметаны Хорошенько все это перемешиваем Огонь переключаем на средний, умеренный И тушим все это несколько минут Огонь переключаем на минимальный, закрываем все это крышечкой И тушим мясо под закрытой крышкой до готовности Конечно же, без роганов подаем с нежнейшим картофельным пюре Кстати, кому интересно, как я готовлю картофельное пюре, могу снять на это отдельное видео Итак, дорогие мои, наш вкуснейший бифстроганов готов Это, поверьте мне, очень и очень вкусно Сами видели, как это легко и просто приготовить буквально за полчаса вашего времени Так что готовьте, мои дорогие, на радость, с удовольствием Спасибо вам всем за просмотры, за лайки, за подписки, за теплые, красивые комментарии Встретимся с вами в следующем видео Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok